Маленькая девочка принесла папе грушу и говорит, папа, поешь, пожалуйста. Папа начинает кушать, выполняет, как любой другой папа, пожелания своей девочки. Девочка стала плакать и говорит, папа, поешь. Он начинает активнее кушать грушу, но девочка плачет, и он не понимает, в чем дело. Она принесла ему нож и говорит, папа, поешь, пожалуйста, мне на кусочки, я хочу кушать. Шалом, дорогие друзья! Я вновь рад приветствовать всех в нашей рубрике «Перспектива Тора. Перспектива иудаизма», где мы рассматриваем различные аспекты повседневной жизни именно с точки зрения Торы иудаизма. Сегодня про главу Ваелих. Шаббат после Ноша Шана всегда называется Шаббат Шуба. Это когда мы в этот Шаббат стараемся еще вернуться на правильную дорогу Торы, дорогу, которую заповедовал нам Всевышний через Моисея. Дорогие друзья, в главе Ваелих мы будем рассматривать последний день Муша Равейну. Ему уже 120 лет. И вот настал тот последний день, когда Муша должен отойти в другой мир, в своих амфамах. Дорогие друзья, и вот в этот последний день написано в Торе, Муша Равейну следит записать Тору, чтобы передать этот свиток левитам, которые носят ковчик завета, чтобы положить эту Тору именно с боку ковчика завета. Чтобы Тора, народ Израиля и вот этот союз, олицетворение союза между Богом и народом Израиля, чтобы было еще в письменном виде там. Дорогие друзья, и вот в этот последний день, когда Муша Равейну садится, чтобы записать Тору, именно в этот момент Всевышний находит время, чтобы заповедать Йошуа, что теперь Йошуа предводитель еврейского народа. И именно он заведет евреев в страну Израиля. И чтобы он крепился, его ужался и вернул в это задание. Спрашивают наши мудрецы, а почему бы не сделать какой-нибудь особенный день, особенный час, чтобы там присутствовал Муша Равейну, чтобы там присутствовал также Йошуа, ученик Муша Равейну. С одним можно попрощаться, поблагодарить за всю деятельность. С другим можно поприветствоваться и дать ему какие-то мудствия. Но нет, Всевышний именно ищет момент, когда Муша Равейну принесает своим телом. И в этот момент он возвращается в Йошуа с заповедью, кривись и не ужайся, потому что ты должен завести еврейский народ в страну Израиля. Наши мудрецы говорят, хоть Йошуа это была важная личность. Это был ученик Муша Равейну, 40 лет он не отходил от своего учителя, но все же он был робкий. Поэтому Всевышний ему говорит, крепись и ужайся. Он был стеснительный, и чтобы ни в коем случае не вызвать стеснение у Йошуа, чтобы он стеснялся, Всевышний искал момент, когда Муша Равейну будет занят своим делом. И только тогда обратился к Йошуа с особенным заданием. Потому что, может быть, присутствие Муша Равейну как человека харизматичного, который 40 лет был предводителем еврейского народа, вывел их из Египта, пробил через всю пустыню и подвел их уже к границам с Израилем. Может быть, Йошуа был бы очень стеснен этим фактом, что Муша Равейну находится в этот момент. А что же с Муша Равейну? Понравился бы ему такой акт, когда Йошуа находится там, с Моисеем, с Муша Равейну должны прощаться, Йошуа приветствуют, поздравляют на Новый Кост. Наши мудрецы говорят, чтобы также не сделать страдания и причинить боль и страдания Муша Равейну. Ведь он 40 лет вел этот народ, как отец своих детей. И теперь ему надо уйти и оставить это место. И вообще уйти из этого мира. Это придет, это причинит ему огромные страдания. Поэтому Всевышний ищет момент, когда Муша Равейн таким делом. И обращается к Йошуа и говорит ему, крепись и мужайся, у тебя есть новое задание в жизни. Ты поведешь на Новый Кост. Дорогие друзья, именно в Шаббат Шуба. Вообще-то уже передоушен Шаббат, мы должны были пойти к своим близким, к своим людям в нашем окружении. И попросить прощения, ведь Бог нам не прощает нижего, какие-то предпочтения, если мы не сделаем против наших людей в нашем окружении. Пока мы не попросим прощения, это начинается уже в семье. Это должно быть между душами и здоровами. Это не должно быть с родителями. Это первые люди, которые мы можем прощать прощения. И потом дальше все, кто в нашем окружении. Попросить прощения, если не на руках, кто это сделает. Ведь мы видим, как Всевышний дорожит тем, чтобы ни в коем случае у человека не появилось чувство неудобства, какого-то стеснения или страдания. А мы себе иногда позволяем больше, чем это. Дорогие друзья, перед Йом-Кипуром обязательно дает нам Тора еще один намек, как мы должны жить с нашими людьми в нашем окружении. Как Всевышний не хочет, чтобы кто-то лишний раз стеснялся или страдал. Так же ему ментально страдал, так же ему должны сделать все, чтобы наладить отношения, особенно перед Йом-Кипуром в эти дни раскаяния, наладить отношения с людьми в нашем окружении. Дорогие друзья, чтобы не было никакой обиды. Вы знаете, сейчас я нахожусь на одном месте, где мы проводим семинар. Семинар у Шашина и Йом-Кипур. И меня спросили люди, а почему мы накрываем халы всегда, когда мы его доставляем на вино? И это ответ, который всем нам известен, что вообще-то повседневно, когда мы кушаем хлеб, сначала, когда у нас есть трапеза с хлебом, всегда мы сначала омываем руки и благословим, делаем браху на хлеб и начинаем с него трапезу. Он первый, на кого мы говорим благословение. И вдруг в шаббат или в праздник у нас есть заповедь делать кедуш, освещать праздничный или шаббатный день именно бокалом винор. И чтобы хала не стеснялась, что теперь ее не берут первой, а берут предпочитающее вино, поэтому мы накрываем халу, чтобы она не стеснялась. Дорогие друзья, если не одушевленные предметы, и в резкий народ заботится, чтобы не было стеснения или какого-то стердания. Насколько мы должны относиться к одушевленным, к людям, у которых есть душа изначально, что надо относиться так, чтобы не в коем случае нижней и нижней, ни другого страдания, ни другого добротства даже мира мира. Дорогие друзья, мы с вами profiteria, я застрелу, я застрелу, я все желаю, шаба-шаба, шаба-шаба, всех пока. Субтитры подогнал «Симон»